Привет всем! Сегодня мы будем готовить с девочками хачапури по-аджарски. Хачапури с лодочками, да, вот такие вот внутри с яйцом. Очень вкусные, нам понравились, да, мы в прошлый раз готовили с девчонками. Кто-то любит с яйцом, кто-то без. Я с папой люблю с яйцом, но мне кто-то не разрешает, кто-то, наверное, со мной стоит. Да, умник, не разрешает сырое яйцо, да? А Ева и не любит у нас сырое яйцо, она просто любит с сыром, чистые лодочки. В общем, сегодня будем готовить вместе. Я, конечно, хотела приготовить одна, отправила детей на улицу, чтобы они погуляли, чтобы здесь быстренько приготовить без них. Но они замерзли и вернулись быстро домой. Погода у нас сегодня прохладная. Боятся мухи дети, я не знаю, что за дети, но они боятся мухи. А потому-то они нас пугают. Пугают. Ну что ж, сначала нам нужно сделать опару. Для этого нам нужно одну чайную ложечку дрожжей. Если у вас сырые дрожжи или свежие, ну, мокрые дрожжи вот эти, то где-то примерно 35 грамм вам будет достаточно. Вот я чуть-чуть больше с горкой насыпала на всякий случай. Чайная ложечка сахара нам понадобится. Полстаканчика кефира тёплого. Обязательно всё должно быть тёплое. Здесь примерно 100 грамм кефира. Такой вот полстаканчика. Выливаем сюда. И тёпленькой водички одна кофейная чашечка, такая небольшая. Это примерно будет 70-80 грамм воды. Это дрожжи. Сейчас это всё перемешаем. Это дрожжи воняет. Да. Это запах дрожжей. И на 15-20 минут можем оставить, чтобы они подошли, набухли. Можем сюда сейчас добавить немножечко муки. Вот буквально из общей массы сюда добавим 2 столовые ложечки муки. Мука, кстати, должна быть просеянная. Здесь примерно 250 грамм. Это чуть больше 1-1,5 стакана муки. Я всё напишу ниже под видео. И здесь 1 столовая ложка растительного масла. Это позже добавим. Опара у меня подошла. Посмотрите, какая красивая шапочка получилась. Сейчас вам покажу. Так. Вот. Посмотрите, какая красивая шапочка получилась. Это значит, дрожжи хорошие были. Хорошо это. Беру свою любимую мисочку. Насыпаю туда муки. Сразу всё не насыпаю, потому что, ну, обычно жидкость я там чётко-чётко вот так вот до миллилитра-миллиграмма я не вымериваю. Плюс-минус на глаз. Для себя, когда делаю. Поэтому я сразу всю муку не добавляю. Часть добавлю. Потом по мере необходимости буду остальное добавлять. Но вам я всё по граммам чётко напишу по рецепту под видео. Добавляю сюда опару. Вот эту вот. Ой. Лопаточка моя. Всё добавляем сюда. Так. Добавляем сюда растительное масло. Соль. У меня здесь, ну, 3 чайные ложки, наверное. Вот так вот. И перемешиваем это всё дело. Хорошенько перемешиваем. И будем добавлять по мере необходимости муку. Замесим мягкое-мягкое такое липнущее к рукам тесто. Воздушное. Забивать сильно мукой не будем. И дадим ему постоять, отдохнуть, подняться. У кого-то, может, уйдёт на это полчаса. У кого-то час. Главное, чтобы тесто хорошо отдохнуло. И поднялось. Определённого конкретного времени нет. Потому что готовим в разное время года. Когда тепло, лето, быстрее тесто подходит. Когда прохладно, медленнее. Поэтому просто нужно подождать, чтобы тесто поднялось. Бывает, когда жарко, у меня тесто поднимается буквально за полчаса. Уже такое пышное. Я его подминаю, и всё готово. А бывает, когда в холодное время года, то и час уходит, и больше. Чтобы тесто подошло. Хорошенечко вымешиваем. Я пока лопаткой, потому что не хочу, чтобы прилипало к рукам сильно. Всё, тесто готово. Я вижу, оно такое мягкое, эластичное, воздушное. Мне этого достаточно. Больше я мукой забивать не буду. Вот буквально 2 столовые ложечки муки лишней у меня остались. Может, их можно было бы добавить. Но я люблю всегда, чтобы тесто было мягенькое, такое воздушное, лёгкое. Теперь оставим его отдыхать. Пускай оно поднимется. Придула, что я не приду? Я знала, что ты придёшь. Почему я-то думала, что ты не придёшь? Сейчас пускай тесто поднимется. Оно поднимется, а потом будем лепить. Сейчас мы не лепим. Только замесила тесто. Пускай лепить тесто. Я много, но тебя тоже. Горитка? Угу. Работники. Сколько у тебя на руках? Ай, как ты говорила так. Раз и два. Раз и два. Два, да? Посмотрите, как тесто увеличилось, как поднялось в объёме. Это мягкое тесто? Нет, это моё. Ваше там. В той сторонке стоит. В других. Да нет, оно тесто нет. А как пахнет мягенькое. Девочки, давайте вы будете там свое место тесто месить, а мама будет здесь, хорошо? А то мы друг другу будем мешать, здесь мало места, ладно? Угу. Девчонки. Мэри со своим тестом пришла. А вот тесто Мэри. Под руководством. Под руководством, ладно? Давайте ставьте сюда свои стульчики. Мама, я же тоже хочу снимать. Она, не будет видно. Будет видно, я вас сниму потом. Вот какое тесто у моих девочек. Ему как у меня нет. И пахнет хорошо, очень все пахнет. Не надо сувать целую голову в миску. Не надо целую голову сувать миску. Ну что ж, давайте, начинайте месить. Хотите, чтобы вас было видно, давайте. Это моё тесто. Докатывайте свои рукава, работницы. Теперь для теста мы используем растительное масло. У меня оливковое масло. Смажем руки, стол. И будем работать. Смотрите ученицы и учитесь. Внимательно так смотрят. Надо на столе? Надо на столе, да? Как вы будете вымешивать? На столе. Такое мягкое, тёпленькое. У меня не тёпленькое. Кстати, духовку уже можете включить, чтобы она разогрелась до 200-220 градусов. Максимально, сколько у вас есть. Лучше всего пускай разогреться. Нам нужно сделать, чтобы был эффект такой печи. Раскалённый, горячая-горячая должна быть духовочка. Очень хорошее тесто получилось. Мягкое, податливое. Немножко нужно поиграться с тестом. Насытить его воздухом. А то он совсем не дышал. Не дышал, да? Сделала немножко. На один раз покушать. Если хотите больше, можете удваивать, утраивать порцию. Поверьте, очень вкусный хачапури получается. Смело можете готовить. Если у вас большая семья, Лишнего хачапури не останется. Тесто помяли, поработали немножко с тестом. И я намазала стол маслом. И накрываю, оставляю буквально минут на 15. Отдохнуть немножко тесто. Пока у меня будет время натереть сыр. Сыр я буду натирать сулугуни. И ещё хочу добавить немножко брынзу болгарскую. Потому что в прошлый раз я делала только из сулугуни. Мне показалось недостаточно солёное. Хотя можно просто сулугуни посолить. Но я решила добавить ещё брынзу болгарскую. Потому что обычные хачапури, когда я делаю, часто добавляю брынзу болгарскую в начинку. И очень вкусно получается. Ну вот грамм 300 я натерла сулугуни. И ещё грамм 100 примерно. У меня здесь брынзы болгарской. Она так и называется, продается в магазинах. Очень вкусный сыр, солёненький. Как я люблю. Поэтому я его натру сюда. Думаю, будет очень вкусный. Ещё вкуснее, чем в предыдущие разы. Посмотрите, как тесто убежало из-под миски. Классное тесто. Хорошее. Сейчас будем формировать лодочки. Для этого опять же я не использую муку. Но вы, если хотите, можете использовать муку. Просто с помощью масла легче, без скалки, без ничего формировать тесто. Как вата. Классное тесто. Рыхлое такое. Так, разделю я, наверное, на три части равных. Так, и так, на глаз. Вы уже, конечно, можете делать всё более чётко. Рихо-чапури, мне будет достаточно. Сделаю такие колобочки. Вот так вот. Вот этот маленький немножко получился нашего. Пускай все будут разы. Видите, воздух в пупырышке. Всё, и растягиваем руками. Так, очень хорошо растягиваем. У меня, получается, средние хачапурики. Я большие сильно не делаю, чтобы сразу штучки две на противень поместилось. Если вы хотите, можете делать один большой хачапури. Но, естественно, он будет готовиться немножко дольше. Я прямо вот так вот руками раскрываю. Так, овал кармирую пальцами. Немножко в кадр не попадает. Так, дырочки закрыли. Присыпаю сыром. Покажи мне маленький сыром. Ты хочешь показать своё произведение искусством? Посмотрите, что приготовила Мэри из теста. Какое красивое пироженко. А ты покажи свой где-то. Ева чистый. А вот Ева вот такой сделала. Квадратик. Что это такое, Ева? Это сырик. Сырник? Сырик. Сырик. Ева назвала сырик. Такой сырик у Евы получился. А мне Мона? Что? Готовить? Не пачкай руки. Телефоны. Нет, телефоном он и занят. И сыр раскладываем прямо до самых краёв, чтобы завернуть его в бортики. Это будет очень вкусно. Доча, я закончу, а потом дам тебе немножко телефон вам встретиться с Евой. Да. Сейчас мама сделает. Вот так ещё разочек. Вот так хорошо запручу. Сколько минут это замьёт вообще? М? Сколько минут это тоже замьёт? 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 Да. Это быстро. Это мне чуть почти не замьёт. Смазать желтком. Можно просто желтком. Можно желтком. С молоком. Без разницы. У меня чистый желток. Так вот. Для красивой румяной корочки. Всё. Отправляем в духовку выпекаться 200-220 градусов. В зависимости от мощности вашей духовки. Я вам скажу, чем сильнее, тем лучше. У меня на 220 сейчас включено. И я буду выпекать примерно 7-8 минут. В зависимости от размера хачапури. Бывает, доходит до 10 минут. 9-10. Но в основном, когда доходит до 7 минуты, я уже начинаю проверять, смотреть. И уже когда подрумянится корочка, я туда взбиваю яйцо. Но этот весь процесс я вам как всегда просто покажу. Если вы дадите полежать хачапури ещё вот в такой вот форме, сформированном, ещё 5-10 минут, то он ещё красивее будет. Он немножко как бы отдохнёт тесто. И поднимется ещё пышнее во время. Посмотрите, у нас прошло всего лишь 5 минут. Какие они красавчики. Я сейчас поменяю противень, чтобы они двух сторон равномерно зарумянились. Ещё минутки-две. И буду добавлять туда яйцо. Вот там, где я буду выбивать яйцо, я немножко вилочкой, немножечко не знаю, не пропустить. Вот опустится, потому что он поднимается. Один оставлю я без яйца, потому что у нас ела. Не любит яйцо. Я вбиваю прямо в яйце с елком. Так, вкусно. Получается. Всё, отправляем в одно. Ещё на пару минут. Вот как только белок сводился, я сразу достаю. Видите, что желточек был. И же добавляем в яйце с елочью. Посмотрите, какой получился. Красавец. Бумага чё-то почернела. Непонятно. Пустим, сделаем яйточку. Сюда поставим. Красавец. Этот большой я сделаю туда в яйце. Всегда в большую качапури я делаю туда в яйце. Вот. Давайте сейчас небольшой яйцо. И спокойно на пару минут и отправляем в яйце. Распределим. Три штучки. С этой порции выходит вот этот самый большой. Знаете, два таких более-менее похожих. Сейчас хочу вам показать их. Но я думаю, вы знаете, что кушать их нужно со сливочным маслом. Нужно положить сюда кушать сливочного масла. Как это вкусно. Кстати, такой качапури очень сильно любит мой дедушка. Это просто блаженство. Готовьте обязательно такие качапури. Наслаждайтесь этим вкусом. Ну и пишите свои комментарии, отзывы у меня под видео. Мне очень важно знать ваше мнение. Ну и ваши рекомендации и советы очень часто мне бывают очень полезны. Поэтому делитесь своим опытом со мной. Буду очень вам благодарна. Всем пока-пока. Не надо пиццы такие. Садись. 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 Это мой первый? Твой первый. А мне нравится. Бери, Ивусик. Нет, а я хочу с яичком. Мамочка. Да, яичка. Мама, а мы будем есть не руками? А что? А что? А как это надо есть? Представляете, надо действовать руками. Болтуха ты моя. Руками надо есть? Да, бери, рука не тушит. Так. Сейчас несу. Кузненько. Законите с мамой комментарии. Что-что? Я пачкаю. Что ты пакетишь? Почти что-то в пальцовке с мамой комментариями. Мы тоже портим комментарии. Мы тоже портим комментарии. Пакетишь. А ты нашла книжку с мамой? Ничего. Вкусно. Вкусно? Угу. Нравится, Ивучка? А тебе, Мэрика, как? Да? Ну все. Ну слава богу. Главное, вам понравилось. А эти не понравилось. Мне понравилось, да? Я уже ела. Главное, вам понравилось.